приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том как кипяток защитит вас от любого негатива в вашем доме ведь очень важная цена информации которую мы рекомендуем просмотреть от начала до конца знаете очень важно следить за энергетикой своего дома так как если она будет негативной то все предметы вещи даже продукты будут напитываться вот этой нехорошей энергетикой которую вы вместе с этим будете съедать и таким образом принимать негатив который был в этих продуктах а также и притягивать после такого действия любого рода негатив только уже в большом количестве ведь ни для кого не секрет что негатив притягивает негатив находясь в жилье с плохой энергетикой соприкасаясь с тем что эту энергетику выбрала человек сам разрушает свою жизнь а затем сам удивляется почему его жизнь наполнена всевозможными проблемами неприятностями и бедами часто мы считаем что дом самый безо является самым безопасным местом в мире стараемся быстрее в нем укрыться от зла и того что беспокоит нас но не задумываемся мы о том что для того чтобы дом был таковым к этому нужно прикладывать много усилий так как это огромный труд и только у тех людей это получается которые готовы постоянно соблюдать различные правила совершать обдуманные неспешные действия а также постоянно чему-то новому обучаться не ленитесь а также учитесь управлять различными энергиями положительное привлекать в помощь себе а вот негативным учиться нужно противостоять но к сожалению не все люди придают этому большое значение из-за чего упускают ценное время а затем начинают бороться уже с возникшими последствиями в доме со светлой энергетикой легко дышится в нем приятно находиться в нем живет любящая семья которая окружает любовь добро взаимопомощь у людей в таком доме всегда все получается они часто добиваются успехов эмоционально они стабильны депрессии их не беспокоят сон у них крепкий что не скажешь про дом с негативной энергетикой в таком доме пусть он будет даже красивым с прекрасным ремонтом будет некомфортно находиться попав него будут желаться и хотеться побыстрее выйти а люди которые живут в таком доме к сожалению будут несчастны проблемы неприятностей будут сопровождать их на каждом шагу депрессия апатия будут ходить за ними следом отношения между членами семьи с каждым днем будут ухудшаться постоянно будут возникать ссоры скандалы упреки сон у людей в таком доме будут не крепки что сильно утомляет а также вместо того чтобы набираться вернувшись домой сил будут хотеться побыстрее из такого дома уйти так как создается впечатление что силы наоборот уходят для того чтобы в доме поддерживать хорошую энергетику нужно следить постоянно за чистотой дома как энергетической так и физической важно чтобы не было пыли так как она очень быстро способна испортить энергетику жилья чтобы все вещи лежали по своим местам нужно просто взять в привычку возвращаясь домой сразу раскладывать все по своим местам это же правило должно касаться и посуды поели помыли сразу все разложите по местам в доме не должны быть грязные окна зеркала нужно обращать внимание на то какими полотенцами вы пользуетесь на кухне и в жизни так как они могут притягивать ненужные энергии немаловажным является и то как выглядит ваше постельное белье так как она влияет на вашу энергетику а вы ее распространяете по дому что может оказывать как хорошие такие не очень влияние на энергетику жилья поэтому научитесь вовремя избавляться от старых вещей которые вы не используете не носите которые захламляют ваш дом и не дают энергиям передвигаться по дому свободно посуда требует внимательного отношения к себе так как из нее мы принимаем пищу если она притянет негатив то она незамедлительно передает нам его поэтому практически каждая женщина которая следит за энергетикой своего жилья знает что очень важно не оставлять грязную пустую посуду после еды на столе что это действие способна буквально моментально начать приносить вред и вносить конечно же энергетические коррективы которые нарушат энергетику жилья так как стол это сакральное место которое требует особого отношения он не должен быть грязным на нем не должно быть скатерти с дырками с пятнами потертостями он не должен скрипеть шататься должен быть крепким мощным так вот энергетика жилья с его помощью только укрепляться а если вы не будете придерживаться таких правил то таким образом вы показываете что несерьезно к нему относитесь что вас не интересует какие энергии положительные или отрицательные он будет приумножать вместе с таким действием вы притянете свой дом череду бед которые коснутся всех членов семьи без исключения и тянуться они будут на протяжении долгого периода времени лишая вас каждым днем того что вы любите и того что вы всячески старались бы в свою жизнь притянуть не стоит и грязную посуду оставлять в раковине этого правила также придерживаются люди которые не желают наполнять свой дом ненужными энергиями потому что раковина это место где грязная посуда будут взаимодействовать с водой грязная посуда будет притягивать ненужные энергии а вода их приумножать и отправлять сильный энергетический посыл который будут эти энергии распространять по дому также такое действие притянет ваш дом нищету и постоянные денежные потери деньги даже если придут к вам кому-то еще и на всеми то за его сильные старания наладить денежная энергия взаимосвязь то энергия жилья быстро эту связь к сожалению будут разрывать поэтому чтобы не рисковать и не попадать в те или иные неприятные ситуации обязательно лучше сразу убирать грязную посуду мытью и обязательно раскладывать по местам такое простое действие будет оберегать вашу посуду от скола ведь когда много посуды в раковине она трется друг от дружку что делают царапины и скол это также притянет нехорошей энергии ваш дом но если правило о том чтобы грязная посуда не накапливалась соблюдаются хозяйками то мало кто знает о том что трубы способны приносить вред еще хуже чем грязная посуда в раковине так как за день в трубах скапливаются как остатки еды такие негативные энергии которые каждый из нас приносит свой дом на постоянной основе вы пришли домой после магазина где трогали продукты питания или какие-то вещи а к ним до вас прикасался человек который возможно излучает сильный негатив в этот негатив на ладони сами того не подозревая подобрали вернувшись домой помыли руки соответственно смыли подобранный негатив но он так и остался в сточной трубе или же например вы пришли с работы где взаимодействовали с сотрудником который вас недолюбливает который завидует вам или вовсе желает оказаться на вашем например месте вы собрали его негатив и все также принесли в свой дом помыв руки у насел на труба а затем очень быстро еще и приумножился его влияние вы можете ощутить уже в течение нескольких дней из-за такого воздействия порой распадаются даже самые очень крепкие семьи и разрушается даже очень сильное энергетическое поле людей нарушается и особая энергетика жилья так происходят день изо дня вместо того чтобы избавляться от грязи и негатива мы это все только к сожалению по незнанию приумножаем это касается абсолютно всех сливов которые есть в вашем доме и даже слив в ванной является не исключением когда вы приходите домой после трудного и напряженного дня возможно после ссоры или конфликта с каким-то человеком недопонимания с руководителем после встречи с невежливым водителем общественного транспорта вы омываете свое тело оно становится что чистым на нем нет негатива а вот в трубах к сожалению он остается далее я вам расскажу о секрете как очищать трубы чтобы вы в них не задерживался негатив ведь от их чистоты напрямую зависит то какой будет энергетика вашего жилья в целом а значит и жизни всех тех кто в этом доме живет делать это нужно обязательно перед сном когда все члены семьи уже лягут спать ведь в течение дня вода постоянно находится в движении и не позволяет негативу выходить из трубы а в ночное время когда это уже не происходит а все плохое начинает приумножаться в размерах выходят на прогулку злые сущности негативно начинает выходить из труб и воздействовать на все в округе для данного действия вам понадобится чайник кипятка мелкая соль емкость которую нужно налить столько столовых ложек уксуса сколько у вас слива в доме а также свеча любого цвета и формы первым делом поджигаем свечу ее нужно будет переносить с собой во время проведения этого ритуала чтобы она вас оберегала от негатива который будут выходить из трубы когда подождете свечу сделать они вокруг себя три круга по часовой стрелке затем считает до трех подержите на уровне груди при этом проговорите такие слова огонь я тебя помощи прошу ты силой своей со мной поделись чтобы мне не страшно стал час ночной чтобы негатив не подхватила посылы зла не приманила сущности противостоять могла если придет на зов негатива она только вы проговорите эти слова сразу почувствуете тепло все страхи неприятные ощущения обязательно уйдут свеча у вас всегда должна быть с левой стороны так как вашу правую сторону сторону оберегает ангел когда настроитесь сосредоточьтесь подходите к первому стоку наливайте в него столовую ложку уксуса считаете мысляно до трех после чего сверху наливаете кипяток и при этом проговариваете такие слова все плохое гнилой и негативное истоков прочую де вода это смывай и распространиться по дому моему не позволяй чтобы дом свой уберечь могла от зла защитить и никоим образом в дом не пропустить когда закончите берите щепоточку соли делайте не и вокруг круг вокруг сточного отверстия при этом трижды проговаривайте такие слова если вода весь негатив не убрала соль вход ему затворяет и просочиться в дом не позволяет они должны быть сказано эти слова отчетливо а вывод момент должны смотреть на 100 как как проделаете все это нужно сделать будто абсолютно со всеми стоками в доме когда закончите над свечей подержите ладони и по очереди при этом проговорите такие слова огонь благодарю за помощь твою силу твою мощную все время ощущала страх благодарю этому не испытала так как знала что меня оберегаешь и ничего плохого ко мне не подпускаешь после этого свечу затушите отправляйтесь спать утром просто соль смывайте и используйте стоки в обычном режиме это действие нужно проводить каждый день но если у вас не получается делать это ежедневно проводите хотя бы раз в неделю как только вы начнете делать это на постоянной основе вы увидите что то где-то вас беспокоило уйдет не останется никаких переживаний даже если вы замечали какой-то периодически недомогание головную боль или же скачки давления все это наладится так как такие ощущения были на энергетическом уровне также это знак того что у вас с энергиями жилья очень сильная связь и вы ощущаете их лучше чем все члены семьи друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни с вами как всегда был канал код изобилия обязательно подписывайтесь на наш канал для ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармония а прямо сейчас на экране друзья вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте это видео и смотрите все к блаху услышимся в следующем видео